Спасибо большое, Яков. И что же, мы приветствуем вас на завершении уже первого дня и хотим сделать такой мостик на второй день конференции. И мы сначала представимся, мы основатели и организаторы проекта коучинг в образовании, который сейчас уже можно смело назвать международным, потому что мы вышли далеко за рамки России, и даже вот мы вдвоем представляем две разные страны. Меня зовут Наталья Гульчевская, и я хочу с радостью... Да, Татьяна Озема из Беларуси, я из России, и к нам в проект присоединяется и Казахстан. Сейчас мы общаемся с Латвией, и я знаю, что во многих странах, тоже развивается коучинг в образовании, и наш ресурс, наш проект наверняка многим из вас знаком. А напишите в чате, поставьте плюсики, кто заходил на наш сайт, и кто пользовался, может быть, материалами. Да, спасибо. А кто хочет поделиться своими материалами? Потому что наш проект существует благодаря вкладу очень многих людей, то есть благодаря тому, что вы делитесь своим опытом, другие узнают об этих инициативах и получают мотивацию и возможность. И мы рассматриваем все аспекты применения коучинга в образовании. Сегодня и завтра мы смотрим специализированно, узконаправленно именно на возможности карьерного коучинга в ориентации школьников. Поэтому те материалы, которые завтра вы услышите на втором дне, это то, что для вас приготовили педагоги, которые используют коучинг в профориентации. То есть именно для нас важна была связка, как именно коучинг может в этом помочь. И я просто с наслаждением слушала выступление Светланы Бергер. Я даже не знаю, что добавить после ее просто исчерпывающего описания, что такое карьерный коучинг и почему именно он. И так как у нас времени осталось уже совсем мало до завершения конференции, буквально два слова скажу, может быть, они коучам будут полезны для того, чтобы определить, откуда начинается уже именно коучинг, а где все-таки еще необходима консультация карьерная. Кто из вас знаком с этой моделью лестницы компетенций, когда мы в изучении любого знания проходим четыре этапа, знаем мы об этом или не знаем. Мы начинаем с того, что мы даже не подозреваем о том, что какие-то профессии существуют, мы некомпетентны, неосознанно. И вот пример, который Светлана приводила, девочка, которая хотела быть адвокатом, и она думала, что адвокаты как в кино ходят красиво в розовом сумочке с собачкой и выступает публично. То есть неосознанная некомпетентность. Когда она стала изучать, то есть стала получать информацию, то она обнаружила, что она некомпетентна, что она не знала ничего об этой профессии. То есть она осознала свою некомпетентность. И вот на этих двух этапах коуч скорее может помочь человеку вопросом, как это сделала Светлана, да, а что ты знаешь об этой профессии? И здесь уже вот на этих этапах включается скорее либо консультант, который рассказывает об этой профессии, или, конечно, лучше всего это живой опыт, когда человек идет и наблюдает, как профессионал работает. Это просто идеально то, что вот про Японию рассказывали, то, что много было примеров сегодня, да, то, что можно пройти стажировки такие в компаниях. И вот та граница, которая отделяет коучинговый подход, и именно чистый коучинг, это граница, когда у меня уже начинается этап компетентности, когда я уже достаточно узнала об этой профессии, и я уже могу исследовать это пространство свое, что для меня важно, какой у меня есть опыт, на который я могу опираться, и находить, а что в наибольшей степени сможет раскрыть мои таланты. Это вот небольшая такая, ну, преамбула к тому, что когда мы рассматриваем именно коучинг, карьерный коучинг для школьников, то мы опираемся уже на тот опыт, на ту компетентность, которая у них есть. И для нас, как для коуча, это очень такая простая граница разделения, да, где заканчивается консалтинг, а где коучинг, или где коучинг еще рано, и нужен консалтинг, либо конкретный опыт. Но более подробно об этом вам расскажут завтра на втором дне конференции. Наверное, сначала о втором дне расскажем, да, Татьяна, а потом немножко о проекте еще чуть подробнее. Если хочешь прокомментировать, что будет на второй день такого самого интересного, интересного. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, да, спасибо. Это как раз тот посыл, который мы передавали всем спикерам второго дня, чтобы все темы выступлений были максимально практическими, максимально практический опыт и конкретные инструменты, которые вы сможете взять и потом применять у себя на практике. Поэтому приходите завтра. Я скинула в чат ссылочку, где вы можете программу, и там же ссылки на вход первого дня и второго дня. И да, вы также можете, кроме того, что зайдете на конференцию, еще походить по нашему сайту и посмотреть, что еще мы предлагаем. Это множество статей именно с практическим опытом. Да, Татьяна. Да. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok